Здравствуйте! В эфире субботний выпуск программы «События». О самом интересном на этой неделе расскажут корреспонденты нашего канала и я, Андрей Трой. Витамины с грядки круглый год. В самарских теплицах осваивают современные технологии выращивания овощей, чтобы и вкусно, и много, и безвредно. Губернатор Николай Меркушкин проверил, как идет процесс модернизации тепличного производства и сможет ли местный производитель обеспечить овощами самарцев. Материал Марины Матвейшиной. Вскоре на этой земле будет расти сеньор помидор. В сентябре в новую теплицу высадят рассаду, а уже в начале ноября можно собирать урожай. Такие темпы обеспечивает технология светокультуры. Ее уже успешно применяют в самарских теплицах. Благодаря постоянному свету фотосинтез происходит круглосуточно, что позволяет растениям расти в три раза быстрее. К примеру, вот этому салату всего пять дней. А уже через 25 он становится вот таким и готов идти на продажу. Всего в теплице за весь выращивают 68 тысяч корней такого салата. Совсем недавно здесь собрали первый урожай огурцов, выращенных по технологии светокультуры. Сейчас на подходе второй. Пасмурные погоды и короткий световой день этим огурцам не помеха для роста. Общая площадь теплиц 15 гектаров. Из них 6 гектаров реконструируют, превращая в современные комплексы. Они полностью автоматизированы. Параметры температуры, влажности в теплице и регулировки полива задаются в программе на компьютере. Применяется технология подкормки растений углекислым газом. Все это позволяет увеличить урожайность в два-три раза. В планах построить еще 6 гектаров теплиц светокультуры. Эти 6 гектаров дорогого стоят по объему продукции, которая поставляется в магазины. Если мы в итоге последующие 6 гектаров сделаем, то мы очень серьезно обеспечим своих людей собственным продуктом. Не овощем единым жив человек. В будущем в теплицах по совету губернатора планируют выращивать цветы. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков. События. Дороги под контролем. Ямочный ремонт в Самаре вступил в активную фазу. Погода подходящая. Плюсовая температура и отсутствие осадков. Число спецмашин-кохеров для укладки литого асфальтобетона увеличили до 6. Работы параллельно ведут во всех районах города. Причем количество отремонтированных участков уже в разы больше, чем в предыдущие годы. Почему некоторые улицы не пережили теплый февраль? И за чей счет делают ремонт? Выяснила Марина Кравцова. На часах 23.05. Улицы Самары практически опустили. Город засыпает. А вот для дорожных служб самый разгар работы. Наша съемочная группа тоже не спит. Мы решили проверить, как идет ямочный ремонт. Отработанная технология. Сначала ремонтники обрабатывают края ям и затем продувают. Все для более крепкого сцепления литого асфальтобетона. Ямы латают на улице Советской Армии, которая ремонта не видела больше 20 лет. В этом году восстанавливать Самарские дороги начали раньше, еще в середине февраля. Муниципальное предприятие благоустройства продолжает наращивать темпы. Количество кохеров и от рабочих увеличили до 6. Площадь от ремонтированных участков уже превысила 12 тысяч квадратных метров. На 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Работают без выходных. Предприятие в праздники ни на один день не прекращало эти работы. За праздники выполнено более 2000 квадратных метров ремонта. Литая асфальтобетонная температура 200-220 градусов Цельсия. Поэтому, в принципе, она эффективно в такую погоду ложится. Хорошая акдезия происходит и держится в течение гарантийного срока. За ночь Ямы ликвидируют не только на улице Советской Армии, но и на участках улиц Максима Горького, Осипенко, Мичурина, Солнечной, Калининградской, Уральской, Советской и проспекте Кирова. Работать приходится в усиленном режиме. Погодные аномалии по Волжье в этом году прошлись по асфальту. Разрушение всегда происходит в период интенсивного таяния снега. В этом году аномально странный февраль. То есть он начался с оттепеля. И практически весь февраль температура переходила ноль туда-обратно. В результате чего перепады в температуре происходит интенсивное разрушение покрытия. В 2016 году средств выделили больше. Запланировали обновить 17 дорог. Если же трещины появляются на улицах, которые ремонтировали капитально, приводить в порядок. Их будут подрядчики по гарантии. В случае нарушения установленных сроков штрафы существенные. Еще одним шагом к ровным дорогам должна стать модернизация асфальтового завода, где инвестор установит новое современное оборудование. Качество асфальта должно существенно повыситься. Решается и вопрос о том, чтобы завод работал круглый год. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Какая гадость это ваша заливная рыба? Эту фразу самарские экскурсоводы будут повторять чаще. Сегодня точно стало известно музею памяти Эльдара Рязанова в Самаре быть. Об этом говорили на специальном совещании у главы города. Для создания такого музея причин несколько. Именно здесь, в Самаре, Эльдар Рязанов провел первый месяц после своего рождения. А после его семья жила в Самаре во время эвакуации в 40-х. В 2012 году режиссеру было присвоено звание «Почетный гражданин города». В окна старой квартиры Рязанова, где планирует открыть музей, заглянула Валерия Макарова. Это было июнь 1997 года. Я помню, мы подошли вот сюда. И он мне начал с того, сказал, Володя, вот это окно и вот то, эти два окна, это вот окна в ту квартиру, где мы жили. Его же сюда, Эльдар Александрович, его в этот дом, когда он родился 18 ноября 1997 года, то его сюда принесла мама. Владимир Витих дружил с Эльдаром Рязановым больше 20 лет. Друг семьи он хорошо знал, как тепло относился режиссер к родному городу. О том, чтобы открыть в этом месте музей, в Самаре заговорили еще в августе прошлого года. Сейчас в Рязановской квартире расположился офис департамента управления городским имуществом. По соседству – жилые помещения. Концепцию музея глава Самары Олег Фурсов поручил подготовить в ближайшие месяцы. Какую-то работу, что надо создать, разработать концепцию, чтобы регулярно встречаться с изменением. Обязательно примите участие в разработке концепции сквера. Значит, тоже нужно понимать, что это объект, который будет у нас. Пожалуйста, быстро все разработайте, согласуйте и начинайте. По цифрам, которые называют сейчас, музей будет занимать не больше 120 квадратных метров. Это примерно половина первого этажа этого здания. Это позволит не только восстановить облик старой квартиры, но и сделать выставочный зал и кинозал. А еще в Самаре может появиться уже в этом году сквер Эльдара Рязанова. Сейчас здесь фактически парковка, а в будущем могут зазеленеть деревья. И именно здесь могут поставить памятник Эльдару Рязанову нашему земляку, режиссеру, любимому по всей России. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Жизнь длиною в век. Свой столетний юбилей отмечает жительница Самары Мария Вуколова. Несмотря на солидный возраст, женщина может похвастаться хорошей формой и, если о чем и жалеет, так только о том, что любимый супруг не дожил до этой даты. Секреты долголетия узнавала Марина Матвеевшина. На долгую память Муси от Коли. Фотокарточку 1941 года Мария Ивановна бережно хранит и по сей день. В свой столетний юбилей женщина вспоминает о любви всей жизни. Своего супруга Николая Вуколова. История – достойная сценария фильма. В 1938 году девушка из Пензы переехала жить в Самару. Здесь же познакомилась с парнем. Буквально через месяц он ушел в армию. Скоро возвращаться, а тут война началась. Так влюбленные вели роман по переписке на протяжении 8 лет. После войны поженились, жили долго и счастливо, пока смерть не разлучила. Мы сразу договорились с мужем, чтобы он говорит, я, Маруся, очень спыльчивый. Ты, если сможешь, никогда не перечь мне, ну помолчи и все. И у нас все будет хорошо. И мы никогда не ругались. Вот так. Поэтому вот я прожила до 100 лет. Любить друг друга – вот и весь секрет долголетия, смеется Мария Ивановна. Сейчас она живет одна. Со всем хозяйством управляется сама. Скучать бабушке не дают дочь, внуки и правнуки. А уж в день рождения дом не пустует без гостей. Поздравить юбиляршу спешат и бывшие коллеги, и местные власти, и районные депутаты. Мы очень рады, что вы дожили до стольки годков. Молодцом. Смотрим. Вот вообще у вас, так сказать, больше 60 вам не даст. Не даст никто. Ей-богу, да? Подарки, цветы, море внимания. А на столе – любимые угощения. И ничего крепче чая. Таков уж мой обычай, говорит Мария Ивановна. Я ни одной рюмки никогда не выпила за свои сто лет. Вот. Поэтому я, наверное, и живу сто лет. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. Любовь, заботу и тепло человеческих рук хранят теперь уже ставшие историей открытки. Еще в середине 20 века их охотно рассылали родным и друзьям. Раритеты, хранившиеся в фондах музея Алабина, теперь представлены широкой публике. На выставке уникальных открыток одной из первых побывала Марианна Мирная. Это сейчас пишут друг другу СМС-сообщения. В конце 19 и начале 20 века, чтобы поздравить с праздником или рассказать о важном, люди посылали друг другу открытки. В музее Алабина собрали сотни экспонатов разных стилей и направлений. В галерее образов и советские актрисы, на которых равнялись женщины, и летчицы, и никому неизвестные дамы. Есть даже обнаженные музы. Это открытки в стиле ню. Опять-таки, это была мода конца 19-го, начала 20-го века. Причем, это не просто открытки, это были произведения искусства. То есть, это были картины, которые демонстрировались в Париже на выставке. А затем, они вот были отображены, эти картины, на самой открытке. Причем, это вот, ну, нагота такая, как бы я бы сказала, волшебная. Выставку подготовили не только к наступающему 8 марта, но и к прошедшему Дню Защитника Отечества. В экспозиции можно увидеть открытки с мужскими лицами – губишевских солистов театра оперы и балета, запечатленных в образах героев спектаклей. На выставке представлены не только открытки, но и аксессуары, которыми пользовались модницы. В 20-е и 30-е годы прошлого века они выходили на улицу в жаркие летние дни, в соломенные шляпки и вот с таким зонтиком, который бесспорно привлекал внимание мужчин. Выставка «Он и она. Мужчина и женщина» в почтовой открытке продлится до 27 апреля. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. Дух Франции в Самаре. Фестиваль с мелодичным названием «Франкофония» стартовал на этой неделе. Он уже более полувека проводится в 130 странах. Его главная миссия – популяризация французского языка и культуры. В программе – музыкальные концерты, спектакли и даже турнир по французскому таро. На первой площадке фестиваля картинами Франции в исполнении детей любовалась Валерия Макарова. Сегодня в старинном особняке Клопот, где расположилась детская картинная галерея, открылась выставка «Немного о Франции». Здесь представлены больше сотни работ, которые ребята присылали на конкурс «Франция глазами детей». Всем авторам от 5 до 17 лет. И основными сюжетами картин стали, конечно, Эйфелева башня, Нотр-Дам-де-Пари, Мон-Мартер, французские улочки, сады, кафе и в лавандовые поля. Эта выставка открыла фестиваль «Франкофония», который продлится в Самаре до 7 апреля. Среди узнаваемых символов Франции на полотнах затесали семей неизвестные. Юный художник Артем Лукин удивил жюри выбором темы. Он изобразил папский дворец 14 века в Авеньоне. Его историю рассказывает теперь взахлеб. Его строили сразу несколько архитекторов по очереди. И получается, что это получилась некая смесь всех стилей средневековья разума. Детские работы впечатлили француза Тибу Аюна, директор Альянс Францесс Самара, главного организатора фестиваля. То, что меня трогает как француза, помимо того, что это конкурс для детей, в котором принимают участие ребята с самого малого возраста, это восприятие Франции, несколько идеализированное и всегда прекрасное. Поскольку Франция – это еще и законодательница мод, в соседних залах выставили эксклюзивную коллекцию кукол. Одежда на них точно воссоздает наряды 14 и 17 века. Бургундский двор в то время стал одним из богатейших в Европе, и его моды считались эталоном изящества. Во-первых, у них очень сложные головные уборы. Влияло на вот эти головные уборы, безусловно, и форма архитектурная. То есть в это время входит готическая архитектура, устремляется ввысь, и устремляются ввысь вот такие головные уборы, как здесь. Выставка «Немного о Франции» пробудет в особняке Клотта до закрытия фестиваля «Франкофония» 7 апреля. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Театр одного актера. Отрывки из моноспектаклей, стихи, жизненные истории. Заслуженный артист России Олег Белов провел творческую встречу с самарскими зрителями. В 2012 актер перенес инсульт, но, переселив болезнь, вернулся на сцену. Моноспектакль Олега Белова включен в репертуар театра драмы. О том, как знаменитый артист сотворил творческий подвиг, расскажет Алина Чемерес. Ай, вечер добрый, билеты. Чего нету? Леты. Реки леты. Ее нету. Учил текст, словно песню, делится актер Олег Белов. Историю мальчика-шизофреника, описанную в произведении Саши Соколова «Школа для дураков», актер рассказывает со сцены уже два года. С этим моноспектаклем Олег вернулся к самарским зрителям после болезни. Отрывок из постановки петербургского режиссера Юрия Васильева «Пришли те, кто пришли», читает на творческой встрече. Физический недуг, парализованная левая сторона, не мешает дарить залу эмоции. Режиссер мне все время говорил, я все время мне старался, хотелось это спрятать. Он говорит, не надо, Олег, не прячь. Он говорит, где-то надо, бери зубами вот прям, не стесняйся этого. Я не понимал, а потом он мне сказал. Он говорит, ты знаешь, я тебя всегда любил как артист. Ты был очень хороший артист, но когда ты был здоров, ты бы этот материал не сыграл. Болезнь не приговор, утверждает Олег Белов. Воля к жизни вернула актера на сцену театра и помогла раскрыть новые способности. Олег теперь занимается режиссурой, ставит спектакли с пациентами психиатрической больницы. Главный спутник артиста – хорошее настроение. Говорит, в театре ему даже дали прозвище «Радиопозитив». Сегодня творить Олегу помогают коллеги, близкие и благодарные зрители. Проблема этой болезни в том, что ты мало того, что ты становишься беспомощным на одну сторону, но и от тебя отказываются все, потому что ты становишься не нужен ни на работе, а иногда даже и в семье. Вот у меня этого не произошло, поэтому как мне не быть, вы понимаете, радостным. Меня со всех сторон поддержали и поддерживают. «Холстомер», «До третьих петухов», моноспектакли Олега Белова самарские зрители помнят. Говорят, творческая встреча с любимым артистом подарила незабываемые впечатления. Для меня, например, он сегодня был, какой был до и сейчас, тот же самый человек. Но он может зарядить людей, публику, вот это его детскость. Творческие встречи с жителями Олег Белов планирует проводить и дальше. Говорит, общение без театрального грима сближает артиста и зрителя. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Художник должен быть оригинальным. Самарский мастер холста и краски Анна Сливкова нашла свой путь. И ее картины покоряют сердца поклонников не только в России, но и за ее пределами. Сейчас картины можно увидеть на выставке в Доме журналистов. О мире ярких красок – мой репортаж. Потрясающая игра цветов и огромных мазков краски. Такая удивительная техника работы присутствует на всех картинах Анны Сливковой. С одной стороны наивно, с другой привлекательно. Картины словно светятся теплом и добротой. Я пишу не кистью, а мастихином. Такая маленькая лопачка, как мастерок или шпати. Мне нравится писать мастихином. Мне нравится вот эта вот фактура и экспрессия. Потому что когда пишешь мастихином, им вяло писать невозможно. Когда пишу, мне иногда мольберт падает. Это мой темперамент и характер. Цветы, пейзажи, старинные самарские дворики – это основные темы работ Анны Сливковой. Каждая картина – это волшебная игра красок. Картины буквально лучатся добротой и заслуживают похвалы мэтров художественного искусства. Я просто завидую ее темпераменту. Это самое главное. Любой художник из наших, из мужиков, из барышень, ну, далеко ему, да, они. Просто там все брызжет. Вот такой вот мощный мазок. Ну, я бы посоветовал мальчишкам нашим, настоящим как будто бы художникам, посмотреть и поучиться. В широкой дороге, и дай бог, чтобы она, она уже состоялась. И у нее можно чему поучиться. Выставка картин Анны Сливковой в Доме журналистов продлится еще несколько дней. Вход для почитателей художественного искусства совершенно свободный. Андрей Трой, Дмитрий Мешканцов, События. Совершить путешествие в страну чудес могут все самарцы. В художественном музее открылась выставка «Кукольный дом». Среди экспонатов можно встретить знаменитых Буратино, Винни-Пуха и Карлсона. В мир детства погрузилась и Лариса Шалафаст. Десятки кукол и мягких игрушек. От разнообразия у посетителей выставки глаза разбегаются. Куклам Татьяна Манычева неравнодушна с детства. Любит шить их в разных техниках. Последняя серия ее работ – куклы в руссконародном стиле. Вдохновение я получила, посмотрев костюмы разных народов. Начинает это все так будоражить фантазией, разыгрываться, что уж не можешь остановиться. И у меня вот получалось там дня два на новый наряд. Вот, это было очень интересно. Свои работы на выставку представили мастера из Самары и Тольятти. В экспозиции почти сотни экспонатов. Это куклы в разных техниках – мягкие игрушки, а также кукольная мебель. Здесь можно встретить героев знаменитых сказок. На выставочных стеллажах поселились Карлсон, Пиноккио и Винни-Пух. Для детей в первую очередь это, ну опять же, понять, как они выглядят в 3D. То есть, чтобы они поняли, вот она сидит на плетеном стуле, кукла ожившая, у нее влажные глаза блестят, рюши на платье можно потрогать. То есть, чтобы они почувствовали, как близко все это к ним. На выставке проходят и мастер-классы. Здесь можно и самому научиться шить. На выставке можно не только посмотреть куклу, но и самому почувствовать себя в роли мастера. Для этого потребуется немного, несколько лоскутков ткани, нитки и получается вот такой забавный сувенир. Выставка «Кукольный дом» будет работать до конца апреля. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Такой была эта короткая неделя. Хороших выходных и до встречи!